Все эти философские разговоры по поводу того, хорошо быть богатым, а бедным плохо, или наоборот, лучше быть бедным, чем нехорошим, богатым, и так далее и тому подобное, в миллионах вариаций, все это бесплодное и неблагодарное занятие. У каждого своя жизнь, свои мозги в голове, и каждый выбирает свой вариант в этой жизни. Мы здесь, на этом блоге, надеюсь, очень верю в это, и я, и вы стараемся получить какую-то пользу для себя, какую-то выгоду. Я, со своей стороны, хочу поделиться своим опытом, видением, пониманием и своими собственными результатами, чтобы как можно больше людей убедились, поверили и захотели заниматься сетевым бизнесом. Потому что я свято верю, в тысячный раз уже повторяю, свято верю, что это сегодня чуть ли не единственная возможность для обыкновенного человека, для обычного, для самого ординарного человека преуспеть в этой жизни, обрести хоть какую-то свободу, хоть какую-то независимость. Я в это, правда, по-настоящему верю. И, конечно же, меня, как и каждого сетевика, удивляет, разочаровывает и иногда даже напрягает то, что многие люди, многие люди просто не слышат, просто не приемлют эту возможность, просто даже не выслушав отказываются. И если взяться, рассуждать на эту тему, почему это происходит, голову сломаешь. Просто сломаешь себе голову, разочаруешься и сам окажешься в числе бедных людей. Поэтому путь один. Просто обратиться к тем людям, которые слышат, которые готовы, которым Бог открыл, которые почему-то воспринимают эту информацию для себя положительно. Все ли такие люди? Нет. Не все. Много таких? Очень много. Но далеко не все, и, если правда говорить, гораздо меньше, чем всех остальных. А остальные люди, которые не хотят заниматься нашим бизнесом, категорически, на дух не переносят. Они что, плохие люди? Нет. Они хорошие, замечательные люди. Они делают свою работу. И правда, некоторые тут беспокоятся по поводу того, что если все придут в бизнес, то кто будет работу работать? Но жизнь так устроена, что все не придут. Беспокоиться нечего. Надо беспокоиться о себе, о своей семье, о своих детях, о своем кармане, о своей машине, о своем доме, о своем будущем, о своей защищенности. Вот о чем надо беспокоиться. Подходит этот бизнес? Начинаю. Не подходит? Ну, что делать? Согласен человек с тобой вместе делать бизнес? Хорошо. Нет? Ну, что же делать? Другого найдем. Опыт показывает, что люди находят других. Ищущие люди обязательно находят других. Я тысячу раз возбуждал себя в самые трудные времена истории из книжки, которая называется «Четвертая волна» Ричарда Хоу о том, как парень, потерпевший фиаско в сетевом бизнесе по разным причинам за неправильное поведение спонсора и собственной глупости, пришел на поклон своему папе, чтобы жить у него, потому что нечем за квартиру даже платить. Долги такие в лес. И все-таки работа инженером, где он работал, не давала ему никаких шансов не только там преуспевать, долги даже отдать. И это его страшно разочаровывало. И он, вопреки мнению семьи, насмешкам, и хитству братьев и сестер, издевательствам, он все-таки решил еще раз попробовать. И на этот раз он поклялся, что он просто добьется успеха. И он начал. Он просто дал себе клятву. У него подписывался на первоначальном этапе. Вот это меня сильно возбуждало тогда, когда у меня были тяжелые времена. Десять лет я вот в таком состоянии был. 250 человек ему нужно было переговорить с двумя стами пятидесятью, чтобы один подписал. Начнет он работать, это еще или нет, это еще вопрос. Но 250 человек он проходил по телефону. А он работал с восьми и до десяти, и с восьми и до десяти каждый день без перерывов. Он сидел на телефоне, звонил, 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 звонил. Потом нащупались какие-то ходы, какие-то фишки, какие-то слова, потом появилась какая-то большая уверенность, потом что-то такое. И через пару лет он уже зарабатывал миллион долларов. Но это был, это был такой самоотверженный, это был полностью, полное погружение, абсолютное погружение в дело, в бизнес. Полное. Человек может все, человек может все. Только бы он захотел. Вот на такие геройские подвиги не все готовы. Но потенциал в этом бизнесе сто процентов, сто процентов для каждого дает возможность преуспеть. Для каждого. И когда у меня были очень тяжкие времена, когда надо мной смеялись, когда мне говорили сколько же можно? Ты не устал? Все же, говорит, занимались этим. Ну все проходили. Это как бы детская такая болезнь. Ну сиди в маркете, разбогатите, вот игрушечки, вот эти вот ля-ля-ля-ля-ля-ля, музыка, хлопки, вот это вот идиотина для кретинов. Говорили мне, ну ты-то уже взрослый, ты же пенсионер, е-мое, ты-то куда лезешь? Ну ладно, завели тебя как механическую игрушку, ну подергался ты, ну ляг уже на бочок, завод-то кончился, лежи себе, у тебя же пенсия нормальная, дети выросли, чё ты дергаешься, все время вот это вот, мотаешься, тебя же дома нет, ты же ездишь все время как дурачок, посмотри, как ты оден, сколько же можно, говорили мне, близкие люди. от этих слов энтузиазма не добавлялось. И я думаю, ну почему же люди не могут понять, почему же не могут понять очевидную выгоду, но ведь если ты будешь на работе работать, ты же все равно никуда не придешь, ну это уже, это уже язык истер, дадыр уже об этом говорить. Если ты занимаешься маленьким каким-то бизнесом на себя, так это то же самое, ты же уже этот киосаки, уже кто только нам не рассказал, что если ты будешь работать на себя, у тебя всегда будет ограниченный доход, если ты где-то там в традиционной системе бизнеса поворкаешься, пельменная у тебя там или какая-нибудь там мастерская или СТО, или ты там заборы чинишь или трубы прочищаешь, ну что ты делаешь, молодец, хоть какой-то бизнес, хоть не на хозяина, хоть не на государство, на себя, для семьи своей, налоги платишь и молодец, но ты пойми, это же будет все равно вечный труд, пока не упадешь. Нет, ну если у тебя призвание, понятно, если ты любишь это, ну понятно, но у меня соседка делает замечательные пироги, и она обслуживает на дому, делает торт, кондитерские изделия, печет, у нее много клиентов из ресторанов, просто умница, ну просто, ну не знаю, пальцы можно съесть вместе с ее пирожными и прочим, и огромное количество клиентов, ну это же здорово, ну кто, где еще, когда это сделает, разве такие люди не нужны, очень нужны, но если вдуматься, для нее, она ведь у плиты этой проводит целый день, это же тяжкий труд, он нужен людям, но это тяжкий труд, если ей нравится, если она готова так жизнь прожить, то это ее выбор, и слава Богу, за нее, потому что я сам люблю эти пирожки, но сетевой бизнес дает возможность человеку много поработав, построить нечто, что дает тебе доход потом, ты освобожден от этой вот повседневной, каждодневной, тяжелой, неблагодарной работы, которая дает тебе ограниченный потенциал, я не знаю, какие можно приводить слова, я знаю, что в моей группе есть люди, которые тяжело и трудно работали в разных местах, а сегодня они нашли правильный продукт, правильную компанию, правильный, относительно правильный подход, систему, и все это вместе, в совокупности, плюс их энтузиазм, дает им возможность зарабатывать больше тысячи долларов в неделю, а то и больше двух в неделю, а то и больше трех в неделю, при этом сидеть дома за компьютером, всем это надо, нет не всем, все так хотят, нет не все, но ребята, теперь я обращаюсь к сетевикам, к нашему брату, ребята, вы оказались в самом лучшем бизнесе, поверьте мне, в самом лучшем, и когда у вас не получается, это только по одной причине, вы просто не научились еще, если вы будете много и напряженно работать, вы научитесь, а если вы научитесь, то вы сможете получить то, что там внутри доложено, это огромный потенциал, огромный, невиданный потенциал, посмотрите, какие чеки получают лидеры MLM-компании, зайдите в топ 100 чеков MLM-компании, сотни тысяч долларов в месяц, сотни тысяч, а есть такие, что и миллион, вот какой-то битцы, и при этом они свободны, свободны, как птицы, так вот ради этой свободы есть смысл жить во всех этих сомнениях, в вареньях, в преодолениях, когда многие люди тебя не понимают, не все тебя должны понимать и не все поддерживать, бейся за себя, за свою семью и ты победишь. Желаю удачи.